Ребята, всем доброе утро! Миланка собирается в детский садик, смотрит мультик. Милаш, давай выключай все уже. Поехали уже. Папа приехал, Лику отвез на экзамены. Лике сегодня экзамен по русскому языку. Ребята, Лика по-черкому и она забыла вот листики. Папа сейчас Лику отвез на экзамен в школу. И она забыла. И мы не знаем. Она брала с собой вот эти памятки. В общем, она там писала сочинения, готовилась. Я сложение, сочинение, я не знаю, что она там писала. В общем, она готовилась к экзамену и забыла. Я смотрю на заднем сиденье. Слушай, они, наверное, нужны, если бы они не нужны были. Зачем? Я ей звоню на трубку. Ну, может быть, она пока ехала, повторяла. Я ей звоню на трубку не берет. Я не знаю. Прошло 15, сколько? 10 минут. Сейчас еще попробую набрать. В общем, буду сейчас еще дозваниваться. Может, дозвонюсь. Посмотрим. У них в 9 часов начинается, да, экзамен. В 10. В 10? А зачем за час они? Пока соберутся, пока дойдут, пока распишутся во всех. Я тоже задавала этот вопрос, а она мне в так ответила. Ну, прозванивай. Вдруг дозвонишься. Вдруг сейчас она возьмет трубку. Может быть, правда, ей нужны эти бумаги. Бегом бы сейчас отвезли. Я не знаю, для чего она их с собой брала. Может, в машине просто повторяла. Не знаю. Так, ладно. Миланка идет в садик. Пойдем, Милашка. В садик. Я взяла вот такого маленького. Да, я покажу. Я покажу. Смотрите, Миланка взяла вот такого маленького пупсика. Новорожденного. Только, Милаш, не потеряй. Он такой совсем маленький. Ты еще потеряешь его. Он не... О-о-о. Я тебе не советую его брать на прогулку, потому что он маленький. У вас песок везет. Если он у него в песке, Милашка, то ты его не достанешь уже. У меня он будет сильно-сильно взять на клево-клево. Папа дозванивается далеки. Никак она трубку не берет. Я не знаю. Просто у нее еще рюкзак небольшой. Может быть, она думает, что эти бумажки нервничают, конечно. Может быть, она думает, что эти листы в рюкзаке, да? Чиска кинется, а их нет. Дозвонились мы до Лики. Не нужны ей эти листы с записями. Она просто в машине повторяла. Я уже испугалась. Думала, что-то нужное забыла в машине. Просто повторяла в машине. Ну, то есть, на экзамене они не нужны. Это только. Потому что там только ручка и все. Две ручки и все. И паспорт. Ну, да. Ну, в общем, она просто в машине повторяла. Все, они уже пошли, да? Что она говорит? Ну, идем к школе. Они встречались, сдают-то в другой школе, не с натурой. Ну, да. Встречались там в определенном месте все. И теперь... С классным руководителем, да, встречались. И теперь едут... Да, и всей группой идут к школе пешочком. Так что вот так. А на сто процентов, там, ну, все какие-то ЦУ дают. Классный руководитель еще раз все повторяет. Они там, наверное, уши развесили, все их брали. Ну, да. Ну, потому что все волнуются, кто-то что-то забудет. А всегда, вот, как бы ты... Кто-нибудь один точно, либо паспорт забудет, либо еще что-то будет такое. Не знаю. Лика говорит, что, как бы, их так предупредили, что если кто-то пронесет телефон, то полностью всю аудиторию выгоняют, да? И выгоняют, да. Выгоняют, и все, и уже до пересдачи. Да нет, телефон вряд ли туда выгоняют. Ну, я думаю, ну, не знаю. Вот, так что... Ни одного человека удаляют из аудитории, а полностью всех. Весь класс. Так. На завтрак отварила яйца, сыр и хлеб с маслом. Я буду без масла хлебушек, у меня черный. И вот такой вот ялизистик. Очень вкусный зефир с кусочками клюквы. Кофе я буду пить с кокосовым молоком. Мой кофе с кокосовым молочком. Ну, Лика, рассказывай. Что у тебя было? Изи, не изи. Не изи. Какой вариант? Синя в комментариях читала, там, прям, легко-то говорили. И вообще, там, кто-то даже в туалетике ответики нашел. Ну, рассказывай. В интернетике, ой, в этом. В туалетике. В туалетике, интернет... В туалетике, интернетике. Я в туалетике ответики не нашла. И в интернетике ответики тоже не те были. Ну, рассказывай, какой у тебя вариант, что за изложение, сочинение. Тест проверила? Как, сколько ошибок? Вариант у меня был 19-10. Изложение было про войну, про память, про детство на войне. Изложение нормально. Ну, вы писали как-то? Я не знаю, или мы с классом писали, или просто я его писала, когда тренировалась. Но, когда начали читать, я поняла, что я это изложение знаю, я его писала. То есть, с изложением всё нормально. А сколько вам читают, два раза? Два раза читаю, да. С изложением всё нормально. Тест. Тест, в принципе, тоже нормальный. Ну, не тот, который был слит. Нет. Совершенно, да? Совершенно не тот. Причём, у меня было два варианта. Имею в виду, с одного сайта был наш регион, и с другого сайта был наш регион. Не те, ответы вообще. Я это поняла, когда увидела, по-моему, четвёртое задание, там, про стилистически нейтральное слово питомца. Нет, да, питомца. Нужно было заменить. И потом ещё было задание... А ты что? Роблокс, питомцы. Питомцы, и что, у меня Роблокс написали? Ага. В общем... А сочинение? А, сейчас, дойдём к сочинению. В общем, я, когда вышла уже с аудиторией, проверила этот тест... Ты запомнила, да, ответы? Да, ну, я запомнила, начала тест текста, и запомнила, какие ответы я написала. В общем, всё правильно, единственное... Под сомнением. Под сомнением. Один моментик, да? Там, вот, питомца, я написала животное. Это что за задание надо было сделать? Стилистически нейтральное слово. Ты написала животное? Я написала животное. В интернете написано воспитанники. Я не знаю, каким там местом воспитанники оказались. Ну, с одной стороны, можно предположить, ну, питомцы, да, воспитывают, ну, я не знаю. Нет, питомцы, это всё-таки животные. Воспитанники могут быть и люди. Ну, да. Человек, как ты не знаешь, что ты питомец мой. И воспитанники, я считаю, что это не прям нейтральное, стилистически нейтральное слово. Ребята, у кого такой вариант попадался, пишите, что вы, как вы ответили. Вот это вот под сомнением, я не знаю, как засчитают мне животное или нет. А так, тест правильно. Но я спросила ещё у одной девчонки. А если не засчитают, сколько ты баллов сияешь на это? Один долг. Один долг? Да. И что? Ну, может быть, решающий, да? Да, может быть, решающий. И что? Ну, я спросила у девочки, которая вышла, у неё не мой был вариант, но я просто у неё спросила, как бы ты заменила питомец. Я сказала предложение, я сказала, как бы ты заменила это слово? Животное. Я тоже заменила животное, но в интернете воспитанники она. Какие воспитанники вообще, откуда они здесь? Вот у меня такое же было. Ну, понятно. В общем, я не знаю. Ну, и потом сочинение. Я надеялась, что всё-таки у меня будет сочинение про доброту. Но нет, у меня было сочинение про силу характера, третье сочинение. Угу. Ну, и так как я готовилась всё-таки практически весь этот год к 15.2, то есть ко второму сочинению, то я решила писать не про силу характера, так как к нему я вообще не готова. Я решила писать 15.2. И там была фраза. Моряки знают... Что-то там знают в мужестве. Я не помню. Толк. Ну, ладно. Не помню, что они там знают, но что-то они знают в мужестве. Ну, тебе как бы знакомо, да, это было? Нет. Нет вообще? Ну, это было знакомо вообще. Ну, там по тексту. Ну, в общем, когда я вышла с аудитории и проверила это сочинение, оказалось, что эта фраза расшифровывается, что не моряки знают толк, грубо говоря, в мужестве, а дети, как там дети оказались. Да, в тексте рассказывается про детей, я их вписала, вставила в своё сочинение, но эта фраза... Ну, я считаю, что эта фраза не расшифровывается, что дети знают толк в мужестве. Ну, в общем, вот так. Я не знаю, что будет сочинение. Когда ответы будут? В течение 10 дней. А за эти 10 дней ещё 2 экземпляра. Успеешь задать, да? Да. Ладно, давай переодевайся, сейчас будем обедать. Ребята, пишите, как сдали вы, кто сдавал сегодня ОГЭ по русскому языку. Мы выехали в торговый центр, я хочу поменять платье. Наверное, вернуть даже его, не поменять. Вон оно моё платье, а я где-то неделю назад его брала. Но я так и сомневалась, оно вроде бы мне и понравилось, вроде бы и нет. В общем, я всё же решила его вернуть. Смотрю, другое может быть платье. Так что выехали, у нас где-то часа 2 есть. Потом это Миланку уже забирать из садика. Вика вся в раздумьях насчёт экзамена. Не в раздумьях, а в ожидании. В ожидании, как сдала, как что. Есть моменты, которые она сомневается в тесте. Будем надеяться, что там будут два варианта. Витомец – это как животное и как воспитанник, как написано везде. Как правильный ответ считается. Не знаю. А так тест нормальный. Мне кажется, воспитанник написал только тот, кто узнал ответы. Ну, может быть. Ну, у них и состоит комиссия, допустим, кто будет проверять, что вот так вот правильно. Хоть они сами и не согласны будут, но они будут вот так и засчитывать. Поэтому будем надеяться, что два варианта. Вы когда пробник писали, у вас тоже такого плана, да, было? Было, но засчитывали два. Два варианта, да, было. Хотя в интернете был один, да, как бы ответ. Один вариант. И насчёт сочинения, да, немножко Лика сомневается. Но Лика как бы написала свою точку зрения. А как это будет? Не знаю. В интернете нет. В интернете другое. Один только вариант, да, сочинение. То есть как бы вот одно сочинение, поэтому не с чем сравнить. В общем, будем ждать результата. Впереди ещё три экзамена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы зашли сейчас в BeFree, и я меряю некоторые вещи, которые мне понравились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 так мы уже дома купили мы сегодня вот такую подушку помните в одном из флогов я рассказывала что хотим бифри магазине купить вот такой вот подушечку она очень удобно для дороги в машине когда куда-то собираемся или к выбрала арбуз мы в принципе хотели арбузик далека но в одном но в одном магазине где мы изначально хотели купить она была грязная а здесь она все чистенькая вся красивенько алика держи и или как купила себе сережки и еще мы купили миланки манке мы купили платье купили в зари на магазин вот такое платье очень красивое смотрите какое платье вот такое вообще платье просто обалденно а еще здесь меняется медузка до цвета в розовенький да давай померим и покажем давай вот такое вот платье вообще мне очень нравится качество это хлопок здесь очень нравится вот это вот пульсировочка юбка все переливается блестит и конечно же медуза крутая медуза которая меняет цвет из розовой в серебристую с розовым да милаш вообще платье обалденное лик тебе нравится так я монтировать видео и к отдыхает сегодня далеко все на этом наш ребята сня заканчивается всем огромное спасибо кто был сня с нами и всем пока 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 пока